В сфере туризма Узбекистана происходят позитивные изменения. Параллельно с отменой для весь граждан ряда стран, со строительством гостиницы и разработкой новых маршрутов, большое внимание уделяется внедрению инновационных решений. Назар. Мобильное приложение, разработанное компанией Smart Chain. Наш корреспондент расскажет о возможностях приложения с дополненной реальностью. Гузель Файзиева из Хивы. Исторические памятники, восточный колорит, уникальные образцы средневековой архитектуры и на фоне всего этого ярким контрастом разместились современные технологии. В соответствии с постановлением президента о мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан, сегодня в нашей стране активно развивается смарт-туризм. Только в этом году было запущено несколько приложений и интерактивных услуг. В их числе инновационное приложение Назар, которое уже действует в мавзолее Амира Тимура в Самарканде и в ряде объектов музея под открытым небом и Чанкалы в Хиве. Инновационное приложение Назар было разработано компанией Smart Chain с применением технологии дополненной реальности, которая позволяет интегрировать на любые материальные носители элементы дополненной реальности. Как это работает, мы покажем на примере портрета одного из ханов Хивы. Когда я навожу смартфон на значок Назар, появляются элементы дополненной реальности. Проще говоря, портрет оживает и рассказывает свою историю. Я в Улгазе родился в семье хана Арабмухаммада из династии Джучи. Таким образом, при наведении смартфона на значок Назар на экране появляется изображение реального объекта, дополненное различными эффектами. Всего в базе 9 иностранных языков в ближайшее время планируется расширить их количество. Среди примеров можно выделить также аудиосопровождение, 3D-объекты, когда фото и картинки на экране становятся трехмерными, а также виртуальные кнопки «Купить и узнать больше», появляющиеся во время просмотра. Сегодня мобильное приложение может скачать каждый желающий. Оно находится в бесплатном доступе в интернете. И как результат улучшается качество оказываемых услуг, повышается интерес зарубежных гостей, в том числе молодежи, к культурному и историческому наследию Узбекистана. Мы сейчас находимся с группой студентов архитектурного факультета Технического университета Мюнхена на посещении разных городов Узбекистана. Увидели невероятные пейзажи, которых близко нет в Европе. Вчера, допустим, мы посещали тоже и караван-сарай, и различные мечети, и минорет увидели. В настоящее время инновационная услуга находится на стадии тестирования и в ряде других музеев страны. Таким образом, сфера туризма не стоит на месте и активно развивается с точки зрения информатизации. При этом повышается привлекательность Узбекистана для потенциальных путешественников.